Президент Казахстана Касымжамар Токаев на пленарном заседании Петербургского международного экономического форума в присутствии Владимира Путина заявил, что Казахстан не признает независимости так называемой Донецкой народной республики и Луганской народной республики. Так, глава Казахстана, отвечая на вопрос модератора дискуссии и главного редактора российского телевидения Маргарита Симоньян о том, как Казахстане относятся к так называемой спецоперации в Украине, отметил, что в Казахстане есть разные точки зрения на войну в Украине, поскольку в стране развитое гражданское общество. Говоря о сепаратистских республиках, он отметил, что два основных принципа устава ООН – это право нации на самоопределение и территориальная целостность государств – пришли во взаимное противоречие. Подсчитано, что если право нации на самоопределение будет реализовано на всем земном шаре, то вместо 193 государств на земле возникнет более 500-600 государств. Это будет хаос. По этой причине мы не признаем ни Тайвань, ни Косово, ни Южную Осетию, ни Абхазию. Этот принцип будет применен и в отношении квази-государственных территорий, которыми, на наш взгляд, являются Луганск и Донецк, заявил президент Казахстана. Будет применен и в отношении квази-государственных территорий. Следует отметить, что несколькими минутами ранее президент России заявил, что так называемые Донецкой Народной Республикой и Луганской Народной Республикой не должны были спрашивать разрешение у украинского правительства. Токаев прокомментировал и недавние выпады супруга Симониан Тиграна Киосаяна в адрес Казахстана, подчеркнув дружеские отношения с Россией. Напомним, что последний ранее обвинял власти Казахстана в неблагодарности и предательстве в связи с непроведением парада 9 мая и предлагал им посмотреть на пример Украины. После этих высказываний МИД Казахстана заявил о запрете на въезд в страну для Киосаяна. Казахский лидер отметил, что ряд российских депутатов, журналистов и деятелей культуры допускали различные высказания о Казахстане, которые, по его словам, льют воду на мельницу деструктивным силам. Симониан попыталась было отшутиться, упомянув, что хорошо знает одного из тех, о ком говорил президент Казахстана. Однако в итоге ей пришлось согласиться со словами казахского президента.